С давних времен человек пытается покорить и высоту, и глубину, забираясь насколько возможно высоко в горы и спускаясь под воду, ища свой предел глубины. Сегодня я собрал для вас 10 самых глубоких погружений, установленных людьми за последние несколько десятилетий. Этим видео я ни в коем случае не призываю вас к установлению таких рекордов, потому как глубины, описанные ниже, это огромный риск. Такие глубины подразумевают наличие высокого уровня подготовки, опыта и специального снаряжения. Но даже суперпрофессионалы, ныряя так глубоко, рискуют пропасть без вести и погибнуть. Помните, жизнь одна, и нужно ли ей так распоряжаться ради установления каких-то рекордов. На 10-м месте Дэйв Джон Шоу был пилотом авиакомпании Кеттей Пасифик и технодайвером австралийского происхождения. 28 октября 2004 года он спустился на глубину 271 метр в пещере Бушман Холм, Южная Африка, и обнаружил там тело южноафриканского дайвера Деона Драйера, утонувшего 10 лет назад. Дэйв Шоу поставил цель вернуть тело Деона Драйера на поверхность, но в ходе спасательной операции он погиб сам. Инцидент произошел 8 января 2005 года. В результате каких-то мистических обстоятельств оба тела всплыли потом на поверхность спустя 3 дня. Под номером 9 Джим Боуден, профессиональный дайвер из Америки, известный в узких кругах как Кейв и Технодайвер. В 1994 году он и еще один дайвер Шек Эксли решает установить мировой рекорд и достичь дна в одной из самых глубоких карстовых воронок Мексики Эльзакатон, глубина которой около 340 метров. Во время спуска вниз в результате трагических обстоятельств Шек Эксли погибает, и Джим Боуден решает прервать погружение на отметке 282 метра. Но все равно устанавливает мировой рекорд по глубокому погружению в карстовых воронок. Под номером 8 Ксавье Менискус. Ксавье Менискус – французский дайвер-профессионал. 30 декабря 2019 года он потратил 11 часов на погружение, чтобы достичь отметки 286 метров и подняться наверх в одной из пещер Франции. До него несколько профессиональных дайверов погибли в этих пещерах, пытаясь также установить рекорд. Номер 7. Уилл Гудман Уилл Гудман – британский дайвер. 26 марта 2014 года Уилл Гудман в водах Индонезии у острова Гилитрованган первым в мире достиг глубины 290 метров, используя ребризер замкнутого цикла. Это было наисложнейшее погружение в абсолютной темноте и в сильном подводном течении. Но Уилл Гудман смог подняться на поверхность после 10 часов, проведенных под водой, без симптомов ДКБ и каких-то других последствий. Номер 6. Кристоф Старновский Кристоф Старновский – экстремальный польский техно- и кейв-дайвер, обладатель четырех мировых рекордов по глубоким погружениям. Одно из последних – 303 метра в 2018 году озера Гарда, Италия. Под номером 5. Джон Беннетт – британский дайвер. Джон Беннетт в 2001 году, после многих месяцев тренировок у острова Миндора, Филиппины, в открытой воде погрузился на глубину 308 метров на автономном дыхательном аппарате и благополучно вернулся на поверхность. Но спустя 4 года пропал без вести во время очередного погружения. 4. Марк Эллиот Марк Эллиот – британский техно-дайвер-инструктор. В 2003 году Марк Эллиот установил рекорд самого глубокого погружения, достигнув отметки 313 метров у побережья острова Пхукет. Описывая свое историческое погружение, Марк Эллиот сказал, «Это было похоже на полет на Луну». Спуск на глубину занял всего 12 минут. 1 минута на нижней отметке, собирая маркер для подтверждения рекордной глубины, и подъем наверх около 7 часов. 3. Ярек Македонский 10 октября 2018 года Ярек Македонский совершил погружение на глубину 316 метров в озере Гарда. Это было особенное погружение. Одновременно были побиты 3 мировых рекорда. Глубокое погружение на ребризере замкнутого цикла, глубокое погружение с использованием буксировщика и самое глубокое погружение в пресной воде. Спуск на скутере занял всего 13 минут, а общее время погружения составило 11 часов. Второе место в этом рейтинге занимает Нуну Гомес, южноафриканский дайвер португальского происхождения. Он обладает официальными мировыми рекордами по глубине погружения в открытой воде и в пещерах. 10 июня 2005 года в Дахабе во время глубокого погружения он достиг отметки 318 метров, тем самым установив рекорд глубины, используя дыхательный аппарат с открытым циклом. Спустя 10 лет, 8 сентября 2014 года, в том же Дахабе Ахмед Габар спускается на глубину 332 метра. Во время этого погружения всей командой, которая страховала дайвера, было израсходовано 92 баллона с различными смесями газов. Изначально погружение планировалось на 350 метров, но отметка 332 была критической из-за усилившегося синдрома высокого давления. Глубина была достигнута за 14 минут, а общее время погружения составило около 13 часов. Как вы видите, не все эти погружения были без последствий, но этими дайверами можно одновременно восхищаться и не понимать их действия. Основная сложность каждого из этих погружений состоит в обеспечении безопасности дайвера и подборе дыхательной смеси. И каждое из этих погружений – это испытание как для человека, так и для прибора. В трех из четырех описанных попыток установить рекорд оборудование вело себя непредсказуемо, а организм давал сбой. Если вдруг решитесь установить новый мировой рекорд, подумайте несколько раз, стоит ли оно того, и кто будет восхищаться этим? Субтитры создавал DimaTorzok